Здравствуйте, туристы и милитаристы! Именно так выглядит замечательная новинка от замечательной мастерской 1-й цех. Нож под названием «Вещь номер 1». Название читаемо сразу, даже издалека. Длина ножа 185 мм, длина клинка 70 мм, толщина по обуху 4 мм, весит это чудо 95 грамм. Базовая сталь 1-го цеха Бюллер Удехольм Н690 с закалкой от Алана Балекоева на 60 единиц по шкале Роквелла стоит 8000 рублей. И как большинство ножей, большинство скелетников от 1-го цеха, этот нож мало кого оставит равнодушным. Одни придут в восторг, я например точно себя отношу к числу этих людей, другие конечно же накидают говна, потому что 1-й цех вызывает эмоции. Вот чем мне нравится на самом деле 1-й цех, помимо того, что мне нравятся их ножи за функционал и дизайн, мне нравится то, что действительно мало кто пройдет мимо и скажет, да мне пофигу. Сейчас наверняка найдутся такие, из принципа скажут, но как правило это или действительно яростные аплодисменты или какашки на вентилятор в каких-то космических количествах. То есть я уже вижу будущее, я знаю, я читаю эти комментарии под данным роликом, который сейчас вот я снимаю, что да они там совсем долбанулись в своем цеху. 8 косых за скелетник, да у него даже жетена нет на рукояти. Да бляха, у меня уже есть нож для линолеума, да вы что, рехнулись что ли там и 5-е, и 10-е, и 8-е, и 25-е. В общем, в общем будет обязательно, будет такая реакция. Даже те, кто обычно молчит, напишут. Вот те, у кого уже есть ножи первоцехов, они поймут всю иронию, все намеки этого ножа, а те, кто общался, те, кто общается с ребятами и общался с покойным Сергеем Валентиновичем, они вот поймут на 100%. Потому что это действительно, в каком-то смысле, вот большинство ножей первого цеха, они очень хорошо зеркалят какие-то вот именно личностные качества своих авторов. Я, конечно, к этому ножу однозначно неравнодушен, я признаю себя в полном восхищении, он мне понравился на фотографии, когда я его взял в руки, это восхищение мое, оно просто вот кратно увеличилось. То есть, это действительно крутая вещь, да, это не финка, это не фиксит в прямом, там, в нашем понимании, это не складной нож, это именно скелетник, и что очень важно, это скелетник именно от первого цеха. Вот я опять же говорю, ребята, у которых есть скелетники именно от первого цеха, они понимают все, что я сейчас говорю. Остальным попытаюсь объяснить. В очередной раз я тут как-то мониторил ситуацию, меня на самом деле умиляет. Причем, я к многим ножевым производителям, о которых я сейчас скажу, я к ним отношусь очень хорошо, дружески, с уважением, мне нравятся их ножи, мне нравятся их фиксиды, с полноразмерными, скажем так, рукоятями. То есть, я сейчас говорю о людях, которым в большинстве своем, я на самом деле, я не критикую их работу, и они на самом деле делают классные ножи. Но меня на самом деле умиляют вот эти потуги других производителей, вот просто позарившихся на успех первого цеха именно в плане скелетников, и начавших делать или скелетники свои, или полнорукоятные фиксиды, похожие по дизайну на ножи именно первого цеха. Хочется в очередной раз сказать, ребята, займитесь чем-нибудь полезным, чем-то другим, потому что это только с виду так просто. Потому что это действительно только с виду просто вот кусок металла, который там, ну, тут, как многие говорят, здесь даже на самом деле и думать-то не на чем. Во-первых, что касаемо именно обработки, здесь я на самом деле полностью согласен с первым цехом, что если в обычном ноже вы просто ставите, ну, как-то там шлифанули хвостовик, и все ставите, предположим, накладки, то здесь требует обработки не только клинок, но и тщательной полностью обработки слесарки рукоять. То есть это в каком-то смысле объясняет и цену этих ножей. Ну, я уже не говорю там о каких-то, о каких-то вот подобных вещах, которые действительно, ну, тут даже говорить не о чем. Кстати говоря, сейчас первый цех выпускает на радость людям большое серьезное количество именно кастомных своих ножей, на которых просто там реально живопись, там произведение искусства на клинках идет, на рукоятих. Ну, так вот. И вот продолжаю обращение к этим производителям, к этим ножевым мастерским, что вы реально недооцениваете трудность задачи, потому что первый цех, это не просто качественно обработанный кусок стали, это в первую очередь дизайн, дизайн, включающий в себя красоту и эргономичность. Эргономичность, которая делает эти ножи невероятно удобными в городском EDC использовании. Лично для меня эти ножи, вот, ну, просто вот вещь номер один, он, конечно, я сейчас про него продолжу говорить, но вот буквально еще пару слов. Лично для меня скелетники первого цеха, они рвут как тузик грелку по удобству именно ежедневного использования все складни и большую часть фиксидов, именно городского использования. Я уже вам неоднократно говорил, даже прямо на тестах, про то, как я вычищаю остатки пищи из осевых, самых наикрутейших складных резаков, дорогущих после кухонных тестов, как я продуваю эти рукояти, реально, почему? Потому что на клинке может всегда стоять какая-то супер сталь, которая не боится там ни влаги, там ни каких-то агрессивных сред и так далее, и так далее, но все равно будет уязвимо вот это вот место осевого. То есть, по большому счету, безусловно, мы режем, мы режем фрукты, мы режем овощи, мы режем там какое-то мясо, колбасу складными ножами, но не сравнить удобство, потому что этот порезал, сполоснул, все, побежал дальше. Ну, просто вот под струей воды. А фолдер, при всех достоинствах фолдера, лично вот для меня, как для человека, который не просто на тестах, а реально в своем ежедневном быту очень часто использует нож, который носит на кармане, для того, чтобы порезать какую-то пищу, там, я уже не говорю, там, вскрытие упаковок и так далее, здесь плюс-минус одинаковые функции. Это огромное преимущество. И они нихрена не заметны по сравнению с полнорукоятными фиксидами. Вот вам, пожалуйста. То есть, вот та самая пресловутая секта первого цеха, о которой смеются в комментариях и там вконтакте, на самом деле, вот эти все сектанты, это просто люди, которые поняли именно практические, не дизайнерские, а практические достоинства этих ножей с точки зрения повседневного городского использования. А вот как раз-таки эргономичность, это не просто взять кусок стали и напилить из нее нож. Нет. Они реально удобные. Они реально в руку. При, безусловно, том, что, да, там, прийти в лес и строгать этим ножом, по-любому, будет не так удобно, как если бы я взял какой-нибудь там бушкрафт или какую-нибудь финочку от Ахти и прочее, прочее. Поехали. Нож этот был придуман Антоном Борисовичем осенью и сделан в декабре 2018 года. И как он мне сам рассказывал, что в первую очередь это именно нож, а все остальные вот эти вот детали, все остальные дополнения, это именно как бы больше развлечения. То есть, есть у нас отвертка-ковырялка, как он сам ее называет. Вот она. На ней марка стали стоит. N690. И она же помогает удерживать нож при потяге на себя. Ну, не знаю. Мне, я именно ее воспринимаю в первую очередь как отвертку. И даже на отвертке у нас здесь есть такой аккуратный сатинчик. Все сделано с душой, все сделано по уму. Ну, линейка из латуни, она больше для винтажного вида, чем для дела, но при этом эта линейка вот вам на 4 дюйма, которая действительно может вам пригодиться. Мне линейка нравится просто чисто внешне. Мне нравится, что она есть здесь на рукояти. Это реально добавляет изюму и без того изюмительный нож. Прорези для винтов и гаек на 6, 8, 10 и 12. Безусловно, эти ключи не так удобны, как обычно. Но вот как правильно сказал Антон, осознание того, что они есть, уже греет душу. Это уже хорошо. И я с ним опять же только вот согласен. И, как он сказал, просто вот такой вот нож с немного старомодным дизайном. И, безусловно, повлиял на философию этого ножа, безусловно, повлиял на мысль этого ножа. Старый из детства ключ велосипедный семейник, который лежал в велосипедных бардачках. Ну и, конечно, это некое переосмысление старой модели первого цеха ножа косяк. Здесь действительно такая мощницкая рукоять, то есть такое переосмысление серьезное. Но все равно косяковые корни, они угадываются. Как бы это ни звучало там иронично или еще как-то. По поводу ключа семейника из детства. Те, кто вконтакте есть в группе Архадыр, они в курсе вот этого баттла, этой зарубы, жаркого обсуждения. А остальным, кто просто смотрит в ютюбе ролики, я расскажу. Мы с Антоном закусились немножко на тему этого семейника. Почему? Потому что я сказал, что мне он всегда нравился в детстве. Ну реально нравился. Я просто, ну, кайфовал от того, что есть такой ключ, в котором, помните, ну семейник, который вот в черном бардачке в таком, из дермантина лежал или из кожи. Еще бардачок так закрывался на такой вот клапан поворачивающийся. Вот. И этот семейник, он был просто великолепен, он был охренителен, но он был неудобный. Я пользовался гораздо чаще обычными ключами, а Антон сказал, что ни хрена подобного, удобный был семейник. Провел специально голосование, там, конечно, ребята все понастальгировали в комментариях. В общем, по результатам голосования пополам поделилось. С очень небольшим преимуществом победила точка зрения, что это охренительный ключ, но все-таки в использовании он был неудобен. Но я могу сказать, что, безусловно, это не мультитул, и так же, как вот тот самый ключ-семейник, он был, он был сколько угодно неудобным в поюзе, но насколько же было круто, когда он оказывался под рукой в нужный момент, когда не было других инструментов, и этот семейник, он юных велосипедистов на октябрятах, на пионерах, на камах, как он круто выручал этот семейник. То есть, здесь, вот один из посылов этого ножа, это вот именно то самое. То есть, это не совсем мультитул, это скорее некий такой вот вещь номер один. Нож, но с какими-то вот такими мотивами. Лично, вот сама по себе, понимаете, ребят, сейчас я, может быть, начну нести с точки зрения многих людей ересь и крамолу, и, надеюсь, я там никого не обижу своими словами. Но вот то, как сделан этот нож, то, как обработана рукоять, даже шрифт, которым, вы понимаете, вот нет мелочей, у них нет мелочей, у них все мелочи, именно, ну, незначительных мелочей, все мелочи учтены, все сделано именно так, как надо. Так вот, я когда беру этот нож в руки, из-за вырезов, из-за линейки вот этой вот, из-за того, как сделано, обработано вот покрытие рукояти, лично меня этот нож реально отсылает прямиком в детство, вот в мое великовое детство. Этот нож, он в каком-то плане старомодный, он очень стильный, на мой взгляд, и он гораздо более ностальгический, чем, блин, например, вот эта вот недавняя реинкарнированная Франкенбелка. Ну, реально, это в каком-то смысле семейник из детства, велосипедный ключ у вас на кармане. Ну, вот, я так вижу, по крайней мере. Ножны, ножны, традиционный кайдекс с учетом технологичности, с учетом, правильно ли, не, так, подождите, а нож-то тот? Тот. Сейчас, я просто покажу потом еще одну новинку, нож-фугу, который я просто поцарапал, я почему-то сейчас, почему сейчас так замялся, потому что, сейчас вот, нож-фугу я поцарапал, клинок просто вставляя не той стороной, просто вот с силой вбивал, но на фугу обзор еще у нас будет. Так вот, именно с учетом вот этой вот технологичности, я считаю, у этого ножа должен быть именно кайдекс. Здесь, вот как бы я не любил кожу, что у меня здесь вот под рукой, вот у меня от Мака ножны, или просто охренительнейшие ножны от Гуляйки, очень мне нравятся, но, как бы я не любил, как бы я не любил кожу, все-таки здесь кайдекс очень уместен, он очень в тему, потому что он именно продолжает вот этот вот, такой вот техно-стайл этого ножа. Как всегда, аккуратные заклепочки, отверстие для проветривания, для стока жидкости, что в случае с Н690 не особо-то и важно. Почему? Потому что, как опять же неоднократно говорилось, Н690 была выбрана базовой сталью именно для скелетников первым цехом, потому что она очень устойчива к человеческому поту, который является крайне агрессивной средой с точки зрения именно ржавучести ножей. Поэтому, ну, в любом случае отверстие есть, оно не маленькое, пускай будет. Носить можно, безусловно, просто в кармане, без ничего. Можно носить методом лопуха, то есть закрепить вот здесь за отверстие паракордом и за петлю над карманом, петлю брюк и рывком вырывать из кармана. Опять же, демонстрировал я это неоднократно, все уже в курсе. Или, если межсисечное пространство большое, позволяет, можно даже в виде какого-то шейничка. Реально вот с мужиками посидеть, пиво попить, открыть вот той же самой, например, отверткой бутылку какого-нибудь жигулевского и все это обсудить. Вот позавидуют, комрады. Ну ладно, продолжаем. Это все, видите, у меня нет, у меня очень мало в этих обзорах физики, в основном лирика. И лирика, причем такая прям действительно, вот от чистого сердца, от души. Повторюсь, я уверен, что сейчас многие, очень многие, так, секунду. Так вот, очень многие скажут, что да ты здесь себе надумал, это просто кусок железки, а ты здесь себе нафантазировал, и детство вспомнил, и прочее, и прочее. И, в общем, наверняка будут какие-то подобные высказывания. Да, ребят, меня, я говорю, меня просто успокаивает то, что хотя бы несколько человек наверняка поймут, что я имею в виду. Итак, очень, на мой взгляд, хороший момент, то, что без всяких рывков, без всяких этих, если у вас нож в одной руке, здесь вырез в кайдексе сделан таким образом, и выход вот на вот эту вот, дальше я покажу, куда уходит большой палец, на вот этот прогиб обуха, что совершенно спокойно, именно без каких-то полетов шмеля, ножны, нож вытаскивается из ножен, то есть, если он у вас, например, в кармане, вы аккуратно сдвигаете просто одной рукой, однорукое изъятие, извлечение из ножен, и именно такое спокойное, без каких-то вот дерганий, без каких-то закреплений паракордом. Это, это на самом деле полезная такая вещь. Рукоять. Рукоять, несмотря на то, что это у нас скелетник, она, безусловно, конечно же, тонкая, если мы сравниваем с обычными ножами, но именно молоточный хват, вот он есть. Молоточный хват, это, наверное, самый редко используемый хват в скелетниках первого цеха. В основном это или диагональный хват, то есть, вот вы что-то делаете, посмотрите, насколько удобно здесь идет вырез действительно в обухе ножа. Вот этот вот шип-фут, он сделан таким образом, что если я беру вот так, у меня просто вот действительно, да, да хоть линолеум, хоть не линолеум, хоть что, режь, вскрывай, разрезай аккуратно, и, безусловно, конечно же, несмотря на всего 7-сантиметровый клинок, совершенно такой хороший, удобный кухонный хват. Вот я взял, и погнали наших городских, пошла нарезочка. Просто супер. Ну, обратный хват, вот он есть, опять же, если нужен. Здесь лучше, конечно, на отвертку палец не ставить. Ну, вот вырезы выглядят примерно так. Линеечка. Плохо, что не передаёт. У меня освещение сегодня такое бедное, что не передаёт. Я постараюсь пару фоток сделать и выложить в ближайшее время ВКонтакте и в Инстаграме именно вот игру света и цветовую вот эту вот гамму ножа и линейки. Потому что она, я вижу, что через камеру она, конечно, гораздо бледнее выглядит. Как я уже сказал, красиво здесь всё оформлено. Безусловно, вот поймал я сатин. Как всегда, безупречный у первого цеха. Вещь номер один. И довольно мощный у нас получается кончик за счёт ширины в первую очередь, но и за счёт толщины тоже. И вот так. Видно, что настолько вот с любовью сделано. Вот реально прям с любовью. Ещё что я заметил. Мне, безусловно, нравятся все ножи первого цеха. Ну, подавляющее, подавляющее большинство. Но вот я заметил одну особенность. Если мы берём нож, который сделан более-менее в таком именно, скажем, если мы берём в разрезе, похожим на традиционный нож, на мой взгляд, он менее удобный, чем та категория ножей, где изменены вот эти углы рукояти. Попробую объяснить. Если мы берём обычный нож с какой-то вот пухлой рукоятью, то вот эта вот самая форма, ну, она традиционная, удобно резать, взял там и так далее, и так далее. Фишка. Скелетников от первого цеха заключается в том, что именно с учётом того, что тонкие, металлические, ребристые рукояти, они в наиболее удачных, на мой взгляд, своих моделях, они выводят рукоять. То есть, вот сейчас у меня нет, у меня мангалоид у старшего сына, он пользуется и рад. Ну, то есть, каких-то ножей у меня сейчас нет, под рукой, в данный момент именно. Но суть в чём? Суть в том, что... Одну секунду, где-то был насекомоль. Что у насекомоля, что, например, у китежа, что у того же сына, у них рукоять, так или иначе, как-то вот нестандартно, по сравнению с обычными ножами, выведена каким-то углом, или выведена таким утюгом наверх. И это делает нож сразу же удобнее, чем вот такой вот, например. Вот парадокс, но фишка в том, что я думаю, что вот, скорее всего, вот если поставить, например, мощные такие вот накладки, сделать именно ухватистую, такую вот толстую рукоять, роза будет, скорее всего, удобнее, чем здесь. Как скелетник? Нет. Однозначно, вот это решение, оно более удачное. И вот именно в таких необычных решениях прячутся самые-самые удачные модели первого цеха, самые удобные, вот как я называю их, карманные кухонники. Вещь номер один не станет нормально, карманным кухонником. Почему? Потому что, безусловно, он нормально вам порежет какие-то продукты и так далее, и так далее, но не будет такого кайфа, как от гуляйки или от монголоида, тупо из-за длины режущей кромки. 7 сантиметров, все-таки это не кухонный формат. Но он и не про это. Просто нож быть на кармане, да, вскрывальщик, да, и DC-шник. И вот как по мне, опять же, со мной могут многие не согласиться, просто вот радует взгляд своим дизайном, своей необычностью, своей некоторой такой вот ретро-стайлом, можно сказать. Именно, именно отсылая нас к тем самым вот велосипедным каким-то ключам. По качеству вообще вопросов нет. Первый цех есть первый цех. Безусловно, от Кайдекса появятся микроцарапки. От этого никуда не уйти. То есть, просто нож на карман. Такой вот, какой вот он есть. И, в заключение, понимаете, ребят, это вот как, если вы помните, нож юбилейный от первого цеха, который был посвящен столетию РККА. Вот многие же его там как-то закритиковали и прочее, прочее. И вот вещь номер один, это такая же совершенно нестандартное как бы решение. То есть, очень многие не поймут, очень многие не понимают, что я сейчас несу, что за бред я сейчас несу. Некоторые из вас уже даже написали об этом. Некоторые, те, кто написал об этом с какими-то оскорблениями, до свидания, ребят, уже не будем ничего обсуждать. Я не буду это терпеть. Так вот, те люди, которые поймут, если хотите, юмор этого ножа, иронию этого ножа, его философию, этих людей цена 8 тысяч рублей не остановит. Потому что это штучная вещь. Именно вот вещь номер один. Штучная. И она реально крутая. Остальные, как говорит вечный критик первого цеха Александр Соловьев, «Улыбаемся и машем». Автор этого ножа, он понимает, что даже если большинство улыбается и машет, обязательно найдутся те, кто поймет его прикол, если хотите. Прикол это именно отсылка к одной из моделей первого цеха. То есть, вот он такой. Это реально именно дизайн. И я этот дизайн очень хорошо понимаю, потому что я с автором этого ножа действительно знаком на короткой ноге. И вот именно этот нож, как никто другой, как никакой другой нож первого цеха, отражает характер этого большого бородатого юноши. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Всего доброго. Увидимся. Безусловно, мы им там что-то еще порежем. А так, ну, я могу сказать, что я вот реально в полном восторге от этого ножа. Он мне очень понравился. Просто я все время думаю, что же они вот после гуляки, ну, уже нечего придумать лучше. Они придумывают там насековый, они придумывают после этого манголой. Ну, уже дальше некуда. Нет, все равно не перестают удивлять. И это здорово. До свидания, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok